Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон, направленный в первую очередь на геймерскую аудиторию. Девайс получил название Vivo IQ 3, а также мощное железо и некоторые фишки, которые должны прийтись по вкусу многим игроманам. Хотя по сути линейка IQ в плане визуальной составляющей никогда не могла особо похвастаться какими-либо крутыми свистопер... ну теми самыми подсветочками, кулерами, дополнительными триггерами и так далее. Я бы даже сказал, линейка IQ нацелена на скромных геймеров-работяг, для которых важна максимальная производительность в играх без лишних переплат. Так вот сегодня компания Vivo в очередной раз представила игровой девайс без лишних заморочек. В общем присаживаемся поудобнее, запасаемся котлетками с кефирком, ибо сейчас я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях новенького Vivo IQ 3. Ну и как подобает игровому смартфону начала 2020 года, в недрах нашего героя становится топовый чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 865, с максимальной частотой работы ядер равной 2,84 ГГц. За графику отвечает Adreno 650, объём же оперативной памяти, кстати она тут используется стандарта LPDDR5, в зависимости от модификации будет варьироваться от 6 до 12 ГБ. Что же до объёма встроенного накопителя, то он уже по классике будет варьироваться от 128 до 256 ГБ. Память используется стандарта UFS 3.1. Кстати, слота под карточку памяти в смартфоне не предусмотрено. И да, устройство таки наделили эффективные, со слов производителя, системы охлаждения. Без вентиляторов, конечно, ну в целом лучше, чем ничего. Но и в Antutu смартфон таки набирает мейнстримовый 600 тысяч очков со знаком плюс. Что ж, как вы понимаете, в плане производительности смартфон можно смело ставить на одну полку с любым другим флагманским устройством, и в играх проблем уж точно быть не должно. Всё-таки в первую очередь смартфон позиционирует себя именно как игровой. Питает всё это дело баночка объёмом 4440 мАч, и в принципе этого должно хватить на 6-часовую затяжную опутную каточку. Автономность пообещали тоже на достойном уровне, но кроме этого новинку оснастили поддержкой быстрой 55-ваттной зарядки, которая от 0 до 100% позволяет заряжаться смартфону менее чем за час. И в некоторых жизненных ситуациях данная фича уж точно может зарешать. Так что быстрая зарядка тут действительно быстрая. Экран смартфона это Super AMOLED матрица с диагональю в 6,44 дюйма, выполненная по технологии Polar View Display. Разрешение экрана составляет 2400 на 1080 точек, соотношение стороны используется 20 к 9, а плотность пикселя равна 409 ppi. Что ж, до полюбившейся многим геймерам, и мной в частности высокой герцовки, то, к сожалению, о ней не сказали ни слова. Уверили, что частота сенсорного слоя составит 180 герц, ну и всё. Так что, по сути, смартфон снова не ставит никаких рекордов, однако всё же порадовать приятной картинкой он сможет. Единственный недостаток, пожалуй, только дырка для фронтальной камеры в верхней части дисплея, но от этого безумия сейчас никуда не деться. Vivo iCode 3 будет устанавливаться сразу в 5 модулей камер, фронтально используется на 16 мегапикселей, основная же камера состоит из модуля на 48 от компании Sony, 13 мегапиксельного широкоугольного объектива, 13 мегапиксельного портретного объектива и дополнительного 2 мегапиксельного модуля за мера глубины резкости. Что ж, в целом, набор для игрового смартфона неплохой, правда, тягаться с динозаврами индустрии за лучшее качество снимков точно не сможет. Всё будет плюс-минус адекватно за данную цену, так что по предварительным данным ожидаемое качество фото будет выше среднего. К дополнительным особенностям Vivo iCode 3 могу отнести, конечно же, поддержку 5G-сетей, Wi-Fi 6-го поколения, дополнительные клавиши управления на боковом ребре, NFC, выделенный аудиочип, 4D-вибрацию, специальный игровой режим, позволяющий выжать из нашего героя все соки, ну и отдельный разъём под наушники. Управляется смартфон под фирменной оболочкой IQUI на базе 10-го андроида. Vivo iCode 3 будет поставляться в тёмно-фиолетовом, оранжевом, тёмно-красном и бледно-голубом цвете. Что ж, до ценников, то за базовую версию 6.128 производитель запросил 510 долларов, за версию 8.128 уже 539, за 12.128 568 и за топовый топ 12.256 гигабайт 625 баксов. Ну а если вы захотите сэкономить при покупке того или иного девайса в любом китайском, да и не только китайском интернет-магазине, искренне рекомендую вам воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Letyshops позволяет действительно экономить до 30% на покупках уже более чем в тысячи магазинах. Я сам на постоянной основе пользуюсь данным сервисом, поэтому без зазрения совести могу рекомендовать его и вам. Все необходимые ссылки, разумеется, есть также в описании под этим роликом. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Viva IQ 3 в целом получился реально неплохим устройством для тех, кто любит играть в игры на максималках, но при этом не хочет переплачивать за всевозможные игровые украшательства и излишки. Суровый такой игровой вариант. Ну и по сути, это ещё и самый доступный на сегодняшний день смартфон на 865 драконе. Однако, насколько он хорош в реальных боевых условиях, нам ещё предстоит выяснить. Если вы хотите, чтобы я купил этот смартфон и запилил большой гротестный обзор с FPS с реальным нагревом, обязательно подписываемся на канал, ставим большой палец вверх, жмём на колокольчик, чтобы не пустить это видео, ну а также пишем об этом в комментариях. И да, не забываем посетить мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм, то я опубликую фотосессию устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok